Добрый день, мои хорошие, творческие, уникальные, открывшиеся художника или еще только открывающие в себе художника. Я вас приветствую на нашем видеоуроке. Сегодня я предлагаю порисовать вот такой чудесный пейзаж. Вот такая красивая картиночка. Будем рисовать по шагам в технике быстрого рисования. Также нам понадобится гуашь или акрил на выбор, что у вас есть. Акрил, конечно, чудесный, есть расцветки разные. Но пользуемся тем, что есть. Если что, просто смешиваем цвета. Ничего сложного в этом нет. Ну что ж, начнем. Первый наш шаг, как всегда, мы грунтуем наш холстик белой красочкой в любом направлении. Чтобы наши красочки лучше сейчас будут ложиться. Здесь немножко у меня уже красочка. Вот таким вот образом, размашисто, быстренько подключаемся к творческому процессу. Предлагаю сразу задумать какой-то смысл в этой прекрасной картинке. Знаете, там просто вот домик моей мечты где-то вдалеке. Есть в зелени, утопает, сзади горы. То ли это озеро, то ли это море, такой залив. Ну, в общем-то, чудесная картинка. Мечта, я думаю, многих. Так, ну вот, сделали первый шаг. Следующее наше действие мы берем фиолетовый с белым и отмечаем горы. На одну треть встреча воздуха с горами. Стараемся повторять, как на картиночке. Можно немножко и по-своему делать. И теперь мы вместе с белым, вот таким образом, кладем красочку на горы. Очень у меня высокие горы получились. И будет мало неба, конечно же. Ну, ладно, если что, я сейчас вам покажу, как можно исправлять какие-то ошибки, недочеты. Тоже не случайно, понимаете, все происходит. Вот именно, что именно так я решила сделать горы. В таком вот ключе. Фиолетовый синим туда еще можно, чтобы, знаете, была синева. Хорошо. Сейчас я кисточку помою. И сделаем небо. Небо побольше белого. И голубоватый, голубоватенький такой цвет. И раскидываем. По очередности, в общем-то, особо и нет никаких предпочтений. Ну, понятно, что мы начинаем с таких основных пятен, которых много, которые как бы как фон. Вот, например, небо. Его же много здесь, одна треть неба. Я сейчас уберу немножко горы. А то я прям реально махну их. И заодно их подправлю. Вот, видите, ничего, ничего не это. Никаких проблем. А у нас, кстати, на небе, на горизонте, розовинка есть. И сейчас мы ее сделаем и внесем туда. Вот здесь где-то розовенькие такие. Опять, мы же помним, да? Мы рисуем в технике быстрого рисования. Поэтому наши движения уверенные, легкие и немножко, может быть, даже схематичные. Ну, и в этом тоже проявится художественность. Так, можно сразу сделать облачное такое облачко здесь. И в уголках на высоте где-то побольше синевой дать. Вот, отлично получилось. А, да, здесь вот тоже есть такая полосочка. Полосочка вот такая вот. Ну, вот, отлично получилось. Небо с глубиной. Резкие переходы. Пусть вот немного переход будет сглаженным. Можно небо вот таким вот образом делать. Угу. Так, хорошо. Вовремя останавливаемся и переходим дальше. Мы сделали мы горы. Теперь у меня голубовато-розоватый. И мы сделаем воду. Значит, что нам нужно для воды? Понять, сколько здесь местечка у нас оставить для суши. Где-то вот так вот, да? И вот здесь. Ой, мало воды получается. Так, хорошо. Вот таким вот образом. И мы сделаем дальние воды. Они у нас чёрно-синие. Мы берём синий с чёрным. И вот так вот размашисто. Значит, что касается воды. Воду лучше всего рисовать по горизонтали. А чем ближе она становится изумрудной. Вытирую кисточку. Беру изумрудный с белым. И вот такой изумрудный цвет. На переднем плане. Почти что в белизну здесь уходит. Потом переходит вот таким плавненьким образом. Отлично. Можно немножко запас взять вот сюда. Чтобы у нас потом не было никаких дырочек. То, знаете, начнём рисовать. А тут раз. Кусочка моря не хватит. И тоже вовремя останавливаемся. Почему? Потому что если я взбалтываю цвет, он становится равномерным. А нам важны вот эти переходики. Чуть-чуть можно здесь полосочку яркую дать. Синей изумрудную. Вот такую. Ох, классная. Вот такие вот полосочки. Чуть яркие. Такие изумрудные. И останавливаемся. Всё. Давайте пока так. Если что, подправим. Молодцы. Значит, ещё. Что мы здесь? Большие пятна видим. Ну, берег. Давайте берег сделаем рыжим. С красненкой. Чтобы ржавинка была. И вот так размашисто. Бережок. Пока остановились. И опять берём жёлтый. С белым. И видите, у нас здесь такой вот пляжик. Бережок тоже. Тоненький. Давайте тоненький лучше. Беру тонкую. Жёлтый с белым. И не торопясь. Ровно. Самое главное, ровный горизонт. Чуть-чуть белёсеньким по ним пройдёмся. Так, хорошо. Молодцы. Сейчас я кисточку тоненькую убираю. И беру такую среднюю кисть. Сейчас мы займёмся вот этими полями-горами. Зелёный плюс жёлтый. И вот таким вот образом. Зелёный плюс жёлтый. Даже коричневую фашечку немножечко туда. Здесь больше жёлтого. Я постоянно слежу за картинкой. В общем-то, особо никакой самодеятельности. Самодеятельность только может быть, как взять, как мазок положить. А оригинал постоянно-постоянно слежу. Значит, у нас коричнево-зелёный вот здесь, вот горочки. Коричнево-зелёный. Чуть-чуть желтиночку туда же. Вот с этой стороны я кисточку вытираю. И вот с этой стороны я делаю жёлтый с красным. Оранжевый мне нужен. Пусть будет такой даже, да. И вот здесь вот у нас вот такая вот земля. С зелёными такими полосочками. Значит, на границе с пляжем у нас идёт тёмно-зелёная полосочка. Белёсые немножко вот здесь вот горы. Беленького чуть-чуть туда притушить вот эту яркость. Может быть, здесь тоже чуть-чуть по верхушечкам особо. Да, вот болтали. Молодцы. Так, сейчас мы... Значит, смотрите, запомните всегда. Очень важно в начинающих... Для нас, для начинающих, важно сначала убрать всё белое. Всё белое убрать. Видите, вот они. Убираем. Нижним фоном. Увидите, что там внизу. Вот здесь вот теневой, чёрный. И мы прям чёрный сюда кладём. Потом по этому чёрному мы будем рисовать. Здесь тоже в углу чёрный с коричневым. Так вот убрали. Так, не надо закрашивать всё. Вот там у нас уже зелёный будет. Зелёный. Так. А здесь что? Здесь коричневый с зелёным. Коричневый, жёлтый, зелёный. Что-то такое вот. И вот так размашисто. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Прикоснулись и ушли. Не взбалтываем слишком. Угу. Вот отличный цвет дерева. Он должен быть темнее, чем наши те зелёные. Коричневашечку беру вот здесь. Хорошо. Молодцы. Так. Что ещё? Сразу на кисточке зелёный. Где он у нас есть? Вот здесь вот есть зелёный. Зелёный плюс чёрный. Зелёный плюс синий. Чуть-чуть так внесли. Зелёный плюс чёрный плюс фиолетовый. Что-то такое. Теневые. Молодцы. Молодцы. Сейчас осталось вот это пятно. И там у нас много работы мелкой. И мы тогда моем кисточки. Берём тонкую кисть. И сейчас мы... Сейчас мы работаем вот с этим белым местечком. Убираем белый холст. И потом уже начнём опять по кругу рисовать. Значит, что мы здесь видим? Нам нужно подобрать всё-всё и оставить вот это местечко для таких мятных деревьев. Вот здесь вот мы немного зелёного внедряем. Зелёный-жёлтый. Немножко я домики расположила в своём варианте. Заметили, да? Не так, как на картинке. Это нормально. Вы тоже смотрите. Как-то плюс-минус можно делать. Так, хорошо. Всё, вот это место мы оставили для мятных деревьев. Мятный цвет. Такой изумрудненький. Я беру изумрудный. Зелёный. Получается теневой на переднем плане. Плюс синий ещё вот такой вот. На переднем плане вот такой тёмный. На заднем плане с белым. Изумрудный с белым. И смотрите, не делайте всё сплошняком. А вот вы почувствуете, как там деревья какими-то горками растут. Так, вот здесь у нас мятное дерево. И больше белого, особенно наверху. Второй рядом. А внизу теневые. Значит, тёмно-мятные, изумрудные. Синий прям. Можно даже чернушечку туда. Отлично. Молодцы. Не буксуем. На одном месте долго не задерживаемся. Вот это место я убираю, чтобы у нас домик ушёл за это дерево. И прям беленькие макушечки ещё. Белые. Белые. Хорошо. Так, молодцы. Делаем дальше дело. Что-то здесь давайте ещё жёлтенького вот сюда внесём. Жёлто-красноватого. Так, хорошо. Убираем все белые какие-то вот дырочки, чтобы их не было. Вот здесь у нас красноватый, коричневатый. Сейчас мы берём тоненькую кисточку и сделаем кипарисы. Кипарисы делаются вдалеке очень просто. Берём тёмно-зелёный, синий, плюс чёрный, плюс зелёный. И вот таким образом тоненькие-тоненькие верхушечки. Располагайте их как-то один повыше, другой пониже, другой где-то там вдалеке виден. Не хватает чернявости. Добавляем. Так, вот здесь вот, ну, соответственно, здесь они совсем малюсенькие. Вдалеке, потому что здесь можно чуть-чуть прибрать вот это вот доминки. Домики вот эти прибрали немного. Молодцы, молодцы. Что сразу можно сделать? Беру тёмно-синий и просто намёком чуть-чуть, тоненько-тоненько, чуть касаясь. Под крышей. Под крышей. И выравниваем. Так, окошки. Какой-то синеватый цвет у меня. Окошки. Всё, вот намёки. Здесь вообще ничего не видно. Здесь можно какую-то теневую сторону показать. Хотя её не видно. Давайте вытираем кисточку. И мы сделаем сейчас по коньку крыше белым. Можно с голубинкой. И вот так. Чуть-чуть провели здесь то же самое. Не перебарщиваем. Можно чуть жёлтенького. Где у нас вообще солнышко? Откуда оно? Отсюда. Чуть-чуть. Вдалеке почти не видно. Отлично. Тоненько кисточкой мы берём чёрный цвет. И вот здесь вот мы делаем стволы деревьев. Типа чёрный. Может быть, синий с коричневым тогда, если у меня чёрный сейчас закончился. Так, заборчик только не рисуйте. Что такое заборчик? Я вам всегда говорю на всех занятиях. Это через одно и то же расстояние. Одни и те же столбики. Ха-ро-шо. Вот здесь можно теневую дать внизу. По стволам можно чуть-чуть где-то показать светлые кончики. Не кончики, а краешки стволов. Это уже реверная работа, конечно. Молодцы! Сейчас мы берём белую красочку. И вот здесь на дальней походим. И белая плюс голубая пусть будет. А то очень такой яркий белый. Даже больше серый, да? Серый цвет. Серый какой-то цвет у нас вот здесь. Вот такие вот блики на воде. Или отражения. Самое главное тоненько. И вдоль. Сейчас я вот здесь всё-таки теневые ещё дам под деревьями. Вот. Так, немножко просто намекнули. Если лишнее где-то дали, раз взяли цвет нужный и убрали. Поэтому в нашей технике нам бояться нечего. Если даже что-то не так, мы можем подправить. Ещё раз белый, синий, серый. Молодцы! Вот здесь, видите, море не доделало. Я прямо сейчас сразу его подправлю. Потому что всё равно здесь будет видно место. И вот это всё будет видно. Поэтому надо всегда отслеживать, чтобы все были закрыты белой частью. На картине. Молодцы! Так, хорошо. Следующий шаг. Мы берём вот эту кисточку средненькую и рисуем ствол. Ствол у нас чёрно-коричневый. Значит, в водичку добавляйте капельку воды, чтобы краска была, такой, знаете, покладистой, влажноватой. Не лужа не течёт, а именно влажноватой. И вот одним кончиком сверху вниз. Сверху тоненькая. Потом она понижается. Проверяем, где находится ствол. Как-то так. Так же делаем. О, видите, вода. Вода нам не нужна. Ещё раз в краску. Чёрный цвет. Чёрненький. И чуть касаясь тоненьким самим кончиком, мы начинаем вести. Смотрим, куда она идёт. Куда-то вот сюда ствол. Утолщается. Сейчас мы перейдём на тонкую, потому что не надо рисовать. Так, хорошо. Давайте сейчас возьмём тоненькую кисточку и делаем чёрно-коричневые веточки. Можно чёрный с красным. Опять влажная красочка. Много краски на кисти. И вот таким вот образом. И постоянно впрыгиваем в краску, иначе она заканчивается. И вот так вот тоненько крутим. Показываем вот эти коряшки всякие. Кроняшки. С этой стороны тоже показываем. Но здесь меньше видно. Тоненькая-тоненькая кисточка в заднюю кулочку. Не торопясь. Если что, тренируйтесь на бумажке. Коричневый. Так, хорошо. Молодцы. Сейчас мы тогда переходим опять на нашу щетинку. Очень классная техника рисовать деревья. Берём вот эту нашу кисточку. Я возьму даже. Я возьму даже вот такую вот сухую. Или вы тоже вытирайте. И беру красочку на кончик. Вот так вот. С коричневой. Туда-сюда прыгала. И начинаю макать. Видите, какая журность? Макаем. Не надо слишком резко, чтобы всё это закляксывать. Чуть касаясь. Чуть касаясь. Так, я сейчас ещё добавлю вот такой оттеночек. Не хватает. Тёпленького такого коричневого. И мы сейчас зелёный. Плюс вот этот вот. Это называется сиена натуральная. И вот таким вот образом. Подкручиваем немножко, чтобы не было, знаете, одинаковых шажков. Так, а здесь что? Здесь тоже такие оттенки есть. Здесь можно немножко вот так уже постучать. Здесь как будто другое дерево, другой сорт. И остались у нас последние штрихи. Это лодочки. Беленькая. Сейчас самое главное сделать правильный, схематический рисуночек. Не слишком прорисовывая. Потому что там всё очень намёк. Намёк. Белая. Видите, капелька воды попала. Поэтому я говорю, вода, она в меру. Иначе мы не управляем уже ситуацией. Убрала. Так. В данном случае хорошо густую иметь краску. Разложить её. Первая лодочка. Вторая рядышком. И чуть ниже. И под небольшим уголком она идёт. Так. Отражение. Видите, сверху у меня много. Я просто беру другой стороной и убрала лишнее. Прямо то, что надо получить. И убрала лишнее. Ага. А отражение чуть меньше. Отражение чуть меньше. Хорошо. Теперь я беру и делаю тонкую-тонкую линию. Вверх. Кисточку убрала с лишнего. Так её сделала с двух сторон. Раз, два. Раз, два. И тоненькую линию. Самое главное – ровно. Видите, не полностью прорисовала. С промежутками даже не исправляю больше, как есть. Вторая. Лучше пусть будет тоненько, недорисовано, чем, знаете, сейчас очень огромная. А вот здесь, кстати, тоже балка немножечко отражается в воде. И мы это тоже покажем. Отлично. Молодцы. Так, вот здесь у нас ещё высохло местечко для этих растений. Берём светло-светло-фиолетовый. С белым даже. Сразу два цвета на кисточке. И вот таким вот образом. Или можно сейчас добавить прям беленькие макушечки особенно. Так, молодцы. Давайте сейчас ещё сюда внесём какую-то такую живость. Живость-приживость. Значит, нам нужно ярко-такой жёлтый. Вот такой ярко-жёлтенький нужен. И оранжевый. И я беру нужные места, кладу нужный цвет. Так, оранжевый вот здесь у нас. И с небольшими краплениями коричневого. Как, знаешь, камушки там какие-то тени выдают. Так, а вот этот жёлтый мы здесь разгоняем. И вот здесь он у нас выходит немножко. Чуть-чуть вот здесь кончики вот этих вот зелемушек. Чуть-чуть можно сюда тоже добавить жёлтого. Немного. Чтобы он не перекричал этот немножко. Ну, мы уже лучше ничего не справлять. То, что было сделано, то сделано. Можно, как говорится, на этом и остановиться. Сейчас вот здесь немножко переходы смягчены, чтобы не было низкости. Можно сделать какие-то здесь стволы. Кстати, вот у нас, вот здесь нам нужно сделать стволы. Таким образом. Ну что ж, молодцы. Я уверена, у всех прекрасно получилось. И я очень-очень рада. Можно тоже внести оранжевый в этот ствол. Можно чуть-чуть беленьким пройтись. Где-то вот, где, допустим, есть просвет. Так, немного для объёма. Немножко здесь тоже беленькие. Где-нибудь показать. Это мы уже так немножко утрируем. Молодцы. Так, я смотрю, у меня красный высох и стал прозрачным. Я ещё раз беру красный с оранжевым. И вот такими вот мазками добрыми внесла. Внесла. Вот здесь оранжевинку внесла. Желтиночку. Хорошо, и вовремя мы останавливаемся. Пусть будет недосказанность, чем перебор. Запомните, эту картину надо смотреть издалека. Вот порисовали, отдохнули, и потом посмотрели свежим взглядом. Потому что в процессе приходит такой момент усталости, и ты не понимаешь уже, а всё ли нормально. И кажется, что-то что-то не так. Понимаете? И в этот момент могут быть неудовлетворённости, а не получается. А на самом деле всё великолепно получается. Просто нужно отдохнуть. Ну что ж, мои хорошие, я думаю, что всё. Можно сделать подпись в уголке. Взять какой-то подходящий цвет. И сделать здесь подпись. Ну, прекрасная картина. Такая вообще живая. Такая прям мечта поэта. Чуть-чуть подчеркну здесь донышки. Всё, всё, всё. Самое главное не переборщить. Вообще, эту картину автор рисовал лопаткой. Мастихина. Мастихин – это вот такой вот инструмент очень удобный. И вот когда мы берём красочку и вот так наносим, получаются именно такие красивые мазки. Поэтому имейте в виду, может быть, мы ещё и мастихинчиком что-нибудь порисуем. Можно вообще почти всю картину с мастихином сделать. Ну вот я сейчас немного так исправила. Видите, такая вот небрежность. Она интересно даёт то, что художник и хотел выразить. Ну и мы тоже сделали хорошо с кисточками. Ну что ж, мои хорошие, на этой доброй ноте мы останавливаемся. Я вам желаю творческих успехов. Я вам желаю, чтобы у вас картины получались всё краше и краше с каждым разом. Пишите, подписывайтесь, не теряемся. Будем создавать новые шедевры. Дарите свои картины близким, родным, друзьям. Да-да-да. Чтобы, понимаете, чтобы они уже как бы жили своей личной жизнью. Чтобы они приносили в этот мир красоту, радость, свет. Вот такова наша задача. Задача искусства – повышать сознание, улучшать, сделать людей счастливыми. Спасибо.